Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Время 2011 года. Добро пожаловать в мир, где время стало единственной и самой твердой валютой, где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег. И вот, богатые становятся практически бессмертными, а бедные, как всегда, обречены сражаться за жизнь. Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо обвинен в убийстве, с целью грабежа времени и вынужден, захватив заложницу, пуститься в бега. Так, ежеминутно рискуя жизнью, эти двое становятся грозным оружием в борьбе с системой. Но вот вопрос, кто кого? А может быть в дело вмешается третья сила? Дань будущего. В недалеком будущем, раз инопланетян вторгается на Землю, никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою. Но случается невозможное. Он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает. Снова и снова. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага. Контимум. Однажды после просмотра старой пленки со дня рождения, уже взрослый именинник заметил себя настоящего, в отражении на видео. Съедаемые любопытством, друзья нашли чертежи таинственного устройства, похожего на машину времени. Они решили доделать ее и испробовать, чтобы вернуться в прошлое и исправить некоторые ошибки. Но что будет, если группа отвязанных тинейджеров случайно завладеет машиной времени? Однозначно будет весело, пока кто-то не нарушит правила и веселая шутка не обернется кошмаром. Надо торопиться восстановить континуум, пока наш мир окончательно не разрушен. Патруль времени 2013 года. Будущее. Ученые создали машину времени и с этим изобретением мир вышел на новый виток цивилизации. Благодаря изобретению появилась возможность исправить ошибки прошлого, чтобы сделать настоящее лучшее. Также машина дала возможность предотвращать преступления до их реализации. Для этой цели были отобраны лучшие полицейские. Главный герой – полицейский времени, который уже успел предотвратить огромное количество преступлений благодаря путешествиям сквозь время. Однако все его заслуги меркнут, потому что он не способен остановить угрозу, намеревающуюся уничтожить Нью-Йорк. Убийство в Восточном экспрессе. Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Эффект бабочки 2004 года Мальчик Эван перенял от своего отца-психопата, ныне запертого в доме для умалишенных, странную болезнь. Он не помнит некоторых эпизодов своей жизни. Причем в эти моменты происходили довольно странные, а то и ужасные события. Возмужав и поступив в колледж, Эван делает удивительное открытие. Читая дневники, которые он писал в детстве по совету врача, Эван может возвращаться в детство и своими действиями, и сменять будущее. Ростливого дня смерти Каждый в универе мечтал попасть на ее день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице, леденящей душу подарок, бесконечный запас жизней. Исходный код Солдат по имени Коутер мистическим образом оказывается в теле неизвестного мужчины, погибшего в железнодорожной катастрофе. Коутер вынужден переживать чужую смерть снова и снова, до тех пор, пока не поймет, кто зачинщик катастрофы. Временная петля Гектор – самый обычный человек, вполне довольный своей жизнью, любящая жена, дом за городом, В одном из вечеров внимание Гектора привлекает мелькнувшая в лесу полуобнаженная девушка, и движимый любопытством мужчина отправляется разведать, что же там такое происходит. В лесу он сталкивается с человеком, чье лицо скрыто окровавленными бинтами. Скрываясь от преследования незнакомца, Гектор случайно попадает в машину времени. Начало 2010 года Кобб – талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения. Он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного спионажа. Они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его последнее дело может вернуть все назад, но для этого ему нужно совершить невозможное – инициацию. Вместо идеальной кражи, Коббы и его команда спецов должны будут провернуть обратное. Теперь их задача – не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением. Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду в встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход. Врагом, увидеть которого мог бы лишь Кобб. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!